Частный предприниматель Александр Коширин возвращался из Старого Оскола к себе домой в город Жердевка-Тамбовской области. Его КАМАЗ с прицепом вез газосиликатные блоки весом около 27 тонн. В 8 вечера водитель въехал на Семилукский мост. Машина там рассказывает, ехали в оба направления сплошным потоком. Я увидел, как автобус передо мной шел и начал резко тормозить. Соответственно, я за ним тоже начал тормозить и педаль тормоза у меня сломался. В избежание столкновения просто ушел вправо. Думал, что повис он где-то на перилах, на борьерах, чтобы не стукнуть автобус. Однако мостовые ограждения не выдержали многотонного груза. КАМАЗ рухнул на землю, сверху прицеп. По сути, водитель оказался погребенным под обломками машины и стройматериалами. Отец Александра Коширина, приехавший сегодня на место аварии, с трудом нашел слова, чтобы выразить свои чувства. Пацану молодому 40 орденов нужно вешать, потому что она помочь не раздавила. Практически не каждый сможет сюда лететь ради людей. Все и родственники, и случайные зеваки, и опытные врачи Семилукской районной больницы в один голос говорят, что этот случай иначе как чудом не назовешь. Пролежавший полтора часа под чудовищным прессом водитель оказался практически цел. Все лишь перелом большеберцовой кости левой, и как лежал двигатель, ногу это уже тоже сдавливал, и горячий был. Термический ожог еще, где-то второй, третьей, обой степени. Сам водитель КАМАЗа не устает благодарить Бога и людей, пришедших ему на помощь. Не скрывает, был момент, когда думал, что настают его последние минуты. Думал, как сказать, что ли, тяжеловат смерть вроде бы, как бы давит машину, чувствуешь, как она давит этому, хруст. Думал, думал, что смерть чуть побыстрее, что ли. Сейчас жизни Александра ничто не угрожает. Для 27-летнего парня полученные травмы опасности не представляют. Что касается убытков, которые понесли Каширины, о них семья думает в последнюю очередь. Убытки, ну, нам это нет, не важно, самое главное, жив. А это наживется. Самое главное, жив. Скоро от этого страшного происшествия не останется и следов. Рабочие автодоры уже сегодня утром занялись восстановлением мостового ограждения. Светлана Масолова, Валерий Бобкин, Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова